И вновь приветствую вас я, Юлия Север, из студии универсального формата. Как всегда, мы собрались здесь, чтобы поговорить о чем-нибудь интересном. Вот сегодня будем выбирать, к примеру, занятия по душе для своего ребенка. Но не только для ребенка, я думаю, и подростки с радостью найдут что-нибудь интересненькое для себя, узнают из нашего эфира. Итак, давайте буду представлять, кто у нас сегодня в гостях. В гостях у нас Центр детского творчества «Металлург» в лице директора Маргариты Станиславовны Анухиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и изместитель директора по учебно-воспитательной работе, я так понимаю, Ирина Николаевна Раскина. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, о своем Центре детского творчества. Как давно живет в Самаре такой замечательный Центр детского творчества «Металлург»? Наш замечательный Центр детского творчества «Металлург» – это многопрофильное учреждение. Когда-то в 60-х годах руководство завода Самарского металлургического приняло решение открыть клуб юных техников. Открылся клуб, и работал он только по техническим направленностям. Но возрастала потребность развивать прикладное творчество, художественно-эстетическое. И через 27 лет на Гвардейской, 14, открывается Центр детского творчества «Металлург». Сейчас в Центр – это на самом деле очень огромное наше учреждение, которое включает в себя еще 24 клуба по месту жительства. В Кировском районе. Да, это 7 тысяч площадей. Представляете, так много в нашем Кировском районе. Все мы работаем для детей, у нас очень много направленностей. Клубы подростковые есть как профильные, спортивные, где представлены и айкидо, и греко-римская борьба, самбо, дзюдо. Есть военно-патриотический клуб. Мы гордимся клубом, в котором есть музей-студия, и гений Пушкина нам освещает путь. Каждый клуб имеет свое лицо. В каждом клубе есть детские объединения по очень различным направленностям. Работает 180 педагогических работников в Центре и в клубах. Занимается больше 4 тысяч детей. Вот такой наш большой центр. Слушайте, ну действительно, цифры впечатляют, масштабы впечатляют. Какие направления охватываются, какие самые популярные среди родителей, среди детей, молодежи? Наш центр работает по шести основным направленностям. Это техническая направленность, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественно, научная. Ну вот, наверное, самая востребованная сейчас и современная – это техническое творчество, потому что она бурно развивается, особенно вот за последние годы. Ну, конечно, художественная направленность – это театры, вокалы, хореография, кружки декоративно-прикладного творчества. И, конечно, социально-педагогическая направленность, так как это клубы, куда ребята с удовольствием ходят заниматься. Также хотелось бы добавить и пригласить малышей к нам в клубы, потому что у нас работают группы социализации для дошкольников. То есть те ребята, те малыши, которые не попадают по каким-то причинам в детские сады, могут прийти к нам и заниматься так же, как и в детском саду. С ними проводятся праздники, новогодние, 8 марта и так далее. Это просто социализация. Да, да. Мы приглашаем таких деток, которые не могут посещать детский сад, к нам в подростковые клубы. Дружить надо с самого детства. Конечно. Хорошо. Ну, как раз заговорили о детстве. С какого возраста все-таки основной набор? На какой основе? Я так понимаю, что действительно все направления это бесплатные, да? Да, да. Все для детей, все для людей. Рассказывайте, кого ждете? Ну, основной набор у нас происходит с 5 лет. Основной можно чуть раньше прийти и до 18 лет. Ну, в исключительных случаях можно и студентов. По старшему ребят, конечно, тоже принимаем. А прийти к храм-центру очень просто, легко, необходимо большое желание. Каждый родитель приходит и пишет заявление на имя директора и выбирает любое направление, которое ему интересно. У нас бывает так, что ребенок пришел, выбрал одну направленность, а посмотрел, заинтересовался и стал посещать 2 и 3 детских объединений. У нас так очень часто бывает. То есть развиваются в разных направлениях. Это все приветствуется. Это все приветствуется. Мы так понимаем, что основной набор сентября. Сейчас как раз есть возможность у родителей подумать, куда бы определить. Тем более сегодня будет представлено несколько коллективов таких основных, базовых, образцовых, кем гордитесь, я так понимаю. Конечно. Мы проводим Дни открытых дверей, родительские собрания. И у нас очень активная рекламная деятельность в августе месяце проходит. Мы проводим мастер-классы буквально на улицах, на аллеях по проспекту Металлурга, в парках. Наши педагоги приходят, проводят с детьми игры, мастер-классы, на дворовые площадки, тем самым рассказывая о нашем центре. Вот это, наверное, самая большая реклама такой, сарафан на радио. Но так или иначе, какую-то информацию можно на сайте. Да, я и хотела бы сказать обязательно, на сайт его очень просто найти, даже просто набрав персональный сайт CDT Металлург. Там все представлено, все наши детские объединения, все педагоги. И вот, конечно, мы впереди лето встречаем, и с 1 июня мы начинаем, и мы участвуем в городской программе, и лагерь дневного пребывания работает на базе нашего центра и в пяти клубах. И мы едем, профильные смены проводим в наших лагерях, загородных лагерях. И, конечно, это большая работа дворовых площадок. Вся дислокация по Кировскому району этих площадок представлена на сайте. И все ребята, которые по каким-то причинам не могут уехать за пределы своего родного двора, мы всех рады приветствовать на этих дворовых площадках. Наши педагоги встретят. Обязательно будут какие-то игры, интересные забавы. Мы всех ждем. Все можно найти на сайте. Опять подтверждается то, что лето интересно можно привезти и в наш замечательно прекрасный Самаре, и даже не выходя из своего двора. Поэтому, пожалуйста, всем жителям Кировского района очень сильно повезло. Мы всех ждем. Вам спасибо большое. Но дальше будут рассказывать про ваш центр детского творчества, ваши педагоги и воспитанники. Я думаю, вы им с радостью и с легкостью передадите слово. Обязательно. Вы знаете, наш уникальный центр очень богат традициями, богат такими педагогами-звездочками. И пока у нас два образцовых коллектива. Но еще очень много коллективов, которые мы хотели бы представить в будущем как название образцовых. Очень хороший коллектив, коллектив единомышленников. У нас замечательные дети, у нас потрясающие родители. Мы, конечно, благодарны, что они выбирают нас. Мы сейчас только развиваем, развиваем техническое творчество. Если когда-то мы говорили о семи направленностях в техническом творчестве, то сейчас их 11, и они набирают силу. И вы сегодня увидите, пускай не образцовый коллектив, но очень интересных ребят, интересных педагогов. Поэтому давайте уже посмотрим небольшой сюжет о вашем центре. Ну а после встречаем в этой студии новых гостей. Сегодня мы собрались здесь по поводу знаменательного события, посвященного подготовке и празднования 55-летнего юбилея нашего родного и любимого центра детского творчества «Металон». Сегодня на этой аллее впервые в истории пройдет парад шествия всех детских объединений и подростковых клубов нашего учреждения. Итак, пошел парад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где учат быть настоящими звездочками? Сейчас как раз расскажут педагоги дополнительного образования Школы Звезд, а именно Ирина Бородинова и Олеся Становова. Здравствуйте! Ну, я так понимаю, что Школа Звезд – это как раз то самое место, где учат таким замечательным качеством, как артистизм, харизма. Да, правильно? Совершенно верно. Рассказывайте, что такое? Школа Звезд – образцовый детский музыкальный театр-студия. Да, я являюсь художественным руководителем, режиссером. У нас в гостях Олеся Становова. Это наша выпускница. И сейчас она работает у нас в Школе Звезд. Вот такой яркий пример преемственности поколений. Совершенно верно. Патриот коллектива. Патриотка. Вот так вот. Вы знаете, нашему коллективу в 2014 году исполнилось 20 лет. Вот. Это большая дата. Это очень большая дата, да. То есть мы стояли, можно сказать, у истоков вот именно такого творчества, которым мы занимаемся. А педагоги – совершенно замечательный коллектив педагогов. 20 лет. Все-таки, мне вот интересно, Школа Звезд – это больше вокал или больше театр? Или это такой замечательный синтез двух замечательных примеров искусства? Не двух, а трех. Трех. Что же третье? Третье – это хореография. То есть театр, он по сути своей объединяет три вида искусства. Вот. Хореография, вокал и непосредственно само актерское мастерство – театр. Театральное искусство. Вот. И ребята у нас по трем направлениям, конечно, себя и реализуют. Угу. Хорошо. Ну, Олесь, давай спрошу тебя. Ты как старожил, да, этого коллектива. Как давно вообще пришла в качестве воспитанницы? Угу. Привела меня мама за ручку. Хотела, чтобы я была звездой, чтобы свободно себя чувствовала на сцене, в обществе. Вот. Очень я любила танцевать, и поэтому, в принципе, наверное, ну, это и стало моей профессией в итоге. Вот. Школа звезд, в принципе, определила мою профессию. Вот. Я очень горда, что я стала благодаря центру Олеси Андреевны. Вот. А не просто Олесей. Вот. И мы, в принципе, ездили. Это было самое счастливое детство. Потому что мы ездили по всем конкурсам, какие-то творческие лагеря, мы ставили спектакли. То есть настолько это было интересно, вот, что просто хочется сказать всем родителям спасибо. И тем родителям, у которых детки еще маленькие, ведите их к нам. Вот. Мы их всему обучим, научим. Вот. У нас очень интересно. Ирина Васильевна, расскажите, с какого возраста вы принимаете в свой коллектив детей? Ну, у нас 10-летняя программа обучения. Принимаем мы с 6-летнего возраста. Вот. И детки у нас остаются, даже некоторые выпускники остаются еще и еще для того, чтобы вместе сотрудничать с нами, продолжают свое сотрудничество. И мы как бы создаем своеобразное, ну, поле успеха. Потому что ребята младшие, они, например, из старших или в совместных проектах принимают участие. Вот. И видят, учатся у старших, перенимают опыт. И также завоевывают потом награды. А есть какие-нибудь мероприятия, которые, может быть, традиционно в вашей программе, да, в годовой программе выступлений, либо, может быть, какие-то гастроли, которые очень запомнились, либо, наоборот, вот сейчас, сейчас, летнее время. По мероприятиям, расскажите нам, пожалуйста, где увидеть ваше выступление? Ну, в принципе, наш коллектив достаточно известен в городе, потому что он является лауреатом и городских, и областных, и всероссийских, международных конкурсов. Вот. Конечно, коллектив можно увидеть на различных площадках. Не зря образцовый. Не зря образцовый, совершенно верно, потому что очень много имеет различных наград. Буквально недавно ребята вернулись с хореографического конкурса. Ну, конкурс не хореографический, он многожанровый. Это международный конкурс «Цветик-семицветик». И у нас туда ездила группа хореографическая в этой номинации, и в номинации «Детский музыкальный театр». Вот Олеся, как молодой режиссер, представляла там сказку с детками «Теремок». И привезли оттуда вполне хорошие награды. То есть у нас есть дипломанты и лауреаты первой, второй, третьей степени. Это вот последний. И сейчас, когда мы с вами вот в эфире разговариваем, у нас ребята были на награждение областной, наш конкурс театрального искусства. И уже прислали смс-очку перед эфиром, что они получили награду лауреаты первой степени. Вот так вот. Ну, поздравляю вас с этим замечательным событием. Так, Олеся, как ты себя воспринимаешь в большей степени все-таки хореограф? Либо режиссер, как мне вот сейчас подсказали? Ну, так получилось, что школа звезд, она, наверное, собрала все мои таланты, которые были. А потому что синтез. Да, и поэтому получилось такой вот универсальный формат такой. О, мы это любим, это наше, да. Да, и поэтому сначала я хотела танцевать, я была уверена, что я буду танцовщицей, хореографом. Ну, жизнь меня занесла еще и в театр. Вот, я отучилась в нашей Академии культуры на режиссера. Благодаря вас. Да. Вот, и я очень рада, что меня туда занесло, вот, потому что театр – это нечто вообще волшебное. Вот. Вы видите вообще, дорогие телезрители, как они дополняют друг друга, как они практически рассказывают то, что один начинает, другой заканчивает. Это значит, что настоящая семья, я так понимаю. Совершенно верно. Когда такой синтез, когда, наверное, такие многочасовые, я так представляю, да, репетиции, там волей-неволей становятся уже родными людьми. Потому что там все в комплексе. То есть ребята занимаются по комплексной программе детский музыкальный театр, вот, который рассчитан на 10 лет. И они посещают в комплексе занятия по хореографии, по актерскому мастерству и, соответственно, по вокалу, вокальные занятия. То есть на каком-то этапе идет в отделение ребят, ну, на какую-то одну специализацию, например, в большей степени кто-то в вокальном ансамбле, кто-то в хореографическом ансамбле, кто-то больше актерским мастерством занимается. Но, тем не менее, все они проходят эту школу. И мы стремимся к тому, чтобы дети были, ну, универсальные артисты. Да, чтобы они разносторонне были развиты и развиваем их творческий потенциал во всех направлениях. Ну, я уже хочу увидеть самих юных звезд, да, которые прошли вашу школу или которые обучаются еще. Но прежде, я так понимаю, необходимо посмотреть, что же такое школа звезд на сцене, да. Есть у нас одно видео, ну, а после встречаем в студии гостей. А ты чего стоишь? А куда мне, деда? Куда, куда? Тащить копылу из пруда! Иди сватов жди, высматривай! Птица! Да молчи, молчи! Мамаш, смотри, ты ей брови замажешь! Да замажем, замажем! Вот и замажем! Вот и замажем! Мамань, иди-ка сюда! Мамань! Да мамань, у Настки коса лучше моей, видишь? Пять же! Да как же лучше! Лучше! А твоя дороже, твоя на ярмарке купленная. Отрежь ей косу под самый корень! Да за что же я ее таскать-то буду, смеющий? Мамань! А мы ейную косу под тряпкой спрячем. Спрячем! Мамань, хорошо! Да не ходи из пищи! Убирать будешь чище! Правильно! А ну-ка, приложь! Косы поднимай! Мамань, мне нравится! Смотри, ай, ой, ну принцесса, как есть принцесса. Правда? Ага. Ой, принцесса, мамань, принцесса. Нет, не принцесса. Не принцесса? Не принцесса? А кто же? Королевна. Да, мамань, королевна. Королевна. Ну что ж, давайте встречать в этой студии юных артистов, ну уже наверняка с большой буквы. Пусть будет так. Итак, представляю вам у нас, ну да, разрешите, уступлю место Алексею, а то у нас все женское, женская передача получается Алексей, Дарья и Анастасия. Ну что ж, здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, вы как давно в школе звезд? Трудитесь, учитесь, обучаетесь? Кто начнет? Ну давайте я начну. Ну занимаюсь я лет 11, наверное, уже, меня привела также мама, чтобы открыть мои таланты скрытые. И получилось, вот, уже очень долго я пою и в театре играю. Мы часто выезжаем на конкурсы, да, мы лауреаты, дипломанты. Ну самое интересное, это что, репетиции либо конкурсы? Наверное, репетиции, потому что во время репетиции мы общаемся, мы, не знаю, это интересно вместе проводить время. Ну, не знаю, мне кажется, самое интересное, это именно само выступление, когда ты стоишь за кулисами, и тебе как бы эмоции переполняют, тебе и страшно, и с другой стороны сразу весело. И когда ты уже выходишь на сцену, вот ты получаешь какой-то драйв и адреналин, и все, и ты раскрываешься полностью. Хорошо. Алексей, вспомнишь ты свое первое занятие в школе звезд? Ну да, я помню свое первое занятие, на тот момент я только зашел в кабинет хореографии, как помню, все повернулись, все стоят у станка, занимаются, и я как ничего не знающий, испуганный ребенок, смотрю на всех с непониманием, меня сразу приняли, начали со мной общаться, достаточно дружески. И вообще атмосфера у нас в коллективе сложилась такая, что мы все друзья, мы все единый дружный коллектив, и стараемся как можно меньше ссориться. Ну это правильно. Ну так или иначе, я так понимаю, что творческие люди, это даже не ссора, какие-то такие споры, быть может, но это нормально, это должно быть, как и никак в споре рождается истина, и наверняка рождается что-нибудь такое, что покоряет зрителей. Так, девушки, рассказывайте, как вообще Алексей, представитель единой мужского пола, либо нет, либо у вас много парней, и очень вам это нравится, либо наоборот на вес золота. Ну, мальчиков у нас, конечно, не так много, поэтому можно сказать, что они на вес золота, но вот у нас их, можно сказать, два, вот именно в нашей группе, но вот мы ими очень дорожим, всегда вот стараемся помогать, и вот очень любим их. Угу. 23 февраля, я так понимаю, у вас праздник любимый, потому что девчонки так или иначе что-то доготовят, да? Да. Хорошо. Какие-то последние, не знаю, выступления? Очень люблю спрашивать у всех артистов про закулисную жизнь, потому что мне кажется, это самое-самое интересное. Казусные ситуации, быть может, которые тогда казались, что ой-ой-ой, как же мы это все переживем, а сейчас вспоминается с улыбкой на лице. Есть что-то такое? Ну, конечно, были такие ситуации, когда... У каждого, да, наверное, есть в копилке какая-то история? Да, когда, допустим, есть один номер для того, чтобы переодеться и, ну, поменять как бы образы, ты стараешься, и весь коллектив тебе это помогает в этом, что-то где-то снять, где-то одеть, там, отправить прическу, и потом, когда уже все, и понимаешь, что остается еще много времени, как-то так успокаиваешься, выдыхаешь и все, готовишься к выходу на сцену. Не было такого что-нибудь с вами? Забывали? Ну, вот недавно мы были на конкурсе в Туапсе, как раз, который уже упоминали, это конкурс-фестиваль «Цветик-семицветик», и там мы танцевали с моей партнершей дуэтом, и в одном из моментов я перепутал движение, мне было после того, как я ушел за кулисы, дико стыдно, но педагог сказал, что ничего, и то, что переволновался, это естественно. Главное улыбаться, наверное, так понимая, и держать себя настоящим-настоящим артистом, это верно, правильно? Так, ну, кого ждете к себе, я не знаю, наверняка же у вас есть и малыши, и люди постарше, как дружат между собой разные поколения? Ну, уже было сказано, что мы семья, и этим, в общем, можно сказать, что да, все сказано, мы очень хорошо все общаемся, малыши, которые у нас также есть в коллективе, они очень любят взрослых, они слушают их, то есть очень любим общие репетиции, вот так. Приглашаете к себе выполнять коллектив? Конечно. Ну, я так понимаю, что и мальчишек тоже, да, ждете? Да, особенно мальчишек. Особенно мальчишек. Алексей тоже поддерживает. Скучно, наверное, ну, я шучу, конечно, разве, может быть, скучно с такими прекрасными девчонками, да? Что ж, вам удачи, успехов, ну, я так понимаю, что за 20-летнюю свою карьеру, я имею в виду коллектив «Школа звезд» уже очень многого добился, уже показал то, что он стоящий коллектив из Самары. Действительно, в Самаре известен, да и за Самары, за границами нашего города известен, в Самарской области, но дальше только вперед, больше и больше побед. Спасибо большое. Так или иначе найдет, будь может, в своем хобби, будущую профессию. Я так понимаю, что наверняка кто-то из вас дозадумывался уже, чтобы стать вокалистом, может быть, хореографом, да? Да. Ну что ж, пусть все ваши мечты сбываются, а мы смотрим с вами сюжет. В небесах всего лишь раз Зажигается для нас Необычная звезда И она Навсегда Есть другие, но одна Наполняет жизнь до дна Светом искренней любви Ты нас к тебе позови Небо, Господь, сиянье мазарет И миллион имен, но мир Тебя влюблен Тебя влюблен Ты свети И с пресен день влети В котором мы живем с тобой Одной звездой Между звезд лететь, лететь к тебе на свет Далеко Касаясь облаком Так легко и быстро Не боясь Сгореть Далететь Людей с тобой согреть И рядом с облаком Через тернии пути Выше голоса летит По дороге непростой Яркий свет За тобой Прикоснуться на чуть-чуть В леске солнца утонуть По сердцам дождем течет В них живет И поет Небоскод Тобою озарет И алых миллион Он звездом Волшебных снов Ты свети И с пресен день влети В котором мы живем с тобой Одной звездой Между звезд лететь, лететь к тебе на свет Далеко Касаясь облаком Так легко и быстро Не боясь Сгореть Далететь Людей с тобой согреть Яркий звезд Яркий звезд Яркий звезд Ярк 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 Веселая кисточка Как вы думаете, чему обучают здесь, в этом направлении? Ну, конечно же, это искусство, изобразительное искусство. Я вам представляю педагога дополнительного образования детского объединения «Веселая кисточка». Это Елена Владимировна Майба. Здравствуйте. Ну и две ее воспитанницы. Это Анна и Ангелина. Здравствуйте. Девушки, рассказывайте, пожалуйста, «Веселая кисточка». Как давно вы славите Центр детского творчества «Металлург»? Ну и чем занимаетесь? Ну, нашей кисточке уже 20 лет, даже, может, чуть побольше. Она и раньше была из-за студии, но вот мы ее так назвали. И с Любой Владимировной, с бывшим нашим начальником отдела, вот так у нас образовалась. Программа у нас четырехгодичная для детей, которые в школу ходят. Для малышей есть программа. Туда ходят четырех, скажем, пять-шесть. Это самый наш возраст. А уже посерьезнее, когда идут уже в школу, там уже начинают не только световедеем заниматься, но и началом академического рисунка. Вам тут немножко привезли показать? Ну, да. Рассказывайте, чья работа? Ну, эту работу я нарисовала. Это Анна, да? Это мой автопортрет. Я срисовала в фотографии. На фотографии мне шесть лет. Я фотографировалась. Я рисовала ее, наверное, урока три. Хожу в веселую кисточку с пяти лет. Три урока. Да, достаточно. Вот она, кстати, это классический вариант такой. Ребенок приходит и начинает сначала там где ляпками, где пальчиками, где это постепенно. Вот. Привыкает к краскам. А потом, может быть, бросит немножко, не ходит. Вот. А потом опять, потому что это уже наш человек. Он все равно появится. Вот. И вот до школы как раз она и проходила. До семи лет. Ну, вот уже четвертый класс, это уже сколько лет вытекает. Хорошо. Ангелина, рассказывай, пожалуйста. Рисовала я натюрморт урока четыре. Это твой натюрморт, так понимаю? Да, это мой натюрморт. Представлен здесь. Да. Достаточно долго. Вот. Хожу в веселую кисточку уже четыре года, с девяти лет. Ага. Ну, скажите, пожалуйста, тяга... Всегда хотелось рисовать? Всегда в руках был карандаш, не знаю, кисточка, фломастер? Либо все-таки вот родители отвели и там полюбили это дело? Ну, я с детства рисовать очень любила. Рисовать я научилась так уже хорошо лет в семь-восемь. А вообще я рисую, наверное, лет с двух, как только вот научилась держать руках. Как говорится, сначала рисовать, потом уже, может быть, даже говорить, да? Да. Хорошо. Ангелин? Тоже научилась рисовать с детства. Хорошо научилась рисовать, когда пошла уже веселую кисточку в девять лет. А, Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, вот все-таки вы замечаете талант у детей? Либо можно научить рисованию, можно научить вот такому искусству? Либо здесь вот талант есть? Ну, вообще великие говорят, что можно научить всех. Те, кто точка с точкой умеет соединять. Вот. Даже более интересная информация есть. Человек, может, который сам не умеет, меня вот это удивило. Да, может научить рисовать. Но вот мне интересно сказать про Аню. Вы знаете, сколько у нее фантазии? Это вообще. Мы последнюю работу рисовали. Как она называлась? Моя Самара, Аня, по Пасхе. Сначала, мало того, что мы же сначала проработаем эскизы, потом это переносим на лист композицию. И было несколько композиций. Первая начиналась... У нас мы начали с того, что мальчик и девочка отдыхают на пикнике, на поле и рядом... Гроза, там радуга, там все. Нет, потом все-таки будет девочка на велосипеде ехать. Мы это все быстренько переделываем. Едет девочка на велосипеде, на нас, коленки. Дальше подемонстрировали, где коленки будут. Потом опять передумали, что лучше она будет ехать по городу, а по лесу. Это опять эскизы, это опять все. После чего мы опять придумали, что девочка будет кататься на качелях в лесу, и под ней будет озеро. А лес, это будет не лес, а сад яблоневый. И там все цветет, а рядом с ней растет сирень. Вот так вот. Вы представляете, какая фантазия? Это действительно. Но я так понимаю, что вы прислушиваетесь к мнению своих учеников. За полетом фантазии приходится идти. Не так долго рисуем сегодня на земле. Нельзя крылья рубить, нельзя, да. Слушайте, это замечательно. А все-таки больше творцы прекрасного девушки или юноши? У нас вот мальчиков, к сожалению, мало. Я вот хотела про Ангелину сказать. Это тоже такой человечек и отзывчивый. Давайте коротко, правда, говорим. Ну, в общем, мы хотим вот что сказать. Мы являемся как такой маленькой колыбелью. Мы, конечно, детей отдаем и в художественную школу, и дальше. У нас есть большой, огромный список, куда ушли наши дети. Кто-то в Ленинграде, кто-то на Исаакиевском соборе работал, кто-то дизайнером стал, кто-то... Этот список есть у нас, он прослеживаем. Больше, наверное, ста человек. Но вот самые работяги, можно проследить, что те, кто любит трудиться, все-все поднимаются. И все, почти все они вот в нашей изо-профессии. Все. Вот так вот. Дизайнер, архитектор. Можно это эти списки, все эти листать. Но начало лежит... Вот про этих девочек мы тоже услышим. Вот посмотрите. Ну, мы надеемся, надеемся. Быть может, даже позовем вас потом в универсальный формат и скажем. А помните, тогда, в 2016 году, мы у вас записывались в качестве воспитанниц Центра детского творчества «Металлурка», а именно замечательного коллектива «Веселая кисточка». Что ж, это действительно хорошее начало, поэтому все родители, пожалуйста, задумайтесь, если вы видите в вашем ребенке, ну, какое-то, может быть, дизайнерское начало, быть может, видите, что он любит рисовать, либо у него действительно большой-большой полет фантазий, то приводите, я думаю, здесь точно всем рады, всех научат. Что ж, вам спасибо большое. Ну, а мы встречаем ваших еще одних замечательных, еще один замечательный коллектив «Крылья». Что же за «Крылья» узнаем чуть попозже. Крылья «Крылья» 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 поскольку здесь этот навык необходим. Работы с танками, такие как сверлильные станки, опять же, работа с отвертками, то есть именно направлены на... Я так понимаю, что и программированием надо запрограммировать, да, это все модель, чтобы она летала так, как тебе хотелось, да, а не как ей. Сможем ли мы продемонстрировать сейчас в эфире? Я так понимаю, что необходимо убрать мелкие детали, потому что будет ветер, будет ветрено, но интересно, думаю, для наших телезрителей. Ты пока запускай, так понимаю, подключаем. Поехали! Ух ты! Я думаю, достаточно, даже телезрители увидели. Я, наверное, как истинная девушка, опять начинаю восхищаться вот такому делу, потому что я не подразумеваю даже, как это все обстоит, как это все делается. Вым балансы большие, всегда удивляюсь всем, кто занимается авиамоделизмом, судомоделизмом. Это, наверное, очень интересно и настоящее такое мужское хобби. Но девушки тоже же есть? Девушки присутствуют. Не могу сказать, что конкретно в нашем объединении, но в техническом творчестве присутствуют девушки. В электротехническом объединении есть обязательно, что для меня удивительно, потому что увидеть девушку, паяющую электросхемы, это довольно вперед. Ну, знаете, мы тоже можем. Мы просто, быть может, скрываем свои таланты, я не за себя говорю, а за остальных девушек, но тоже можем посоперничать, посоревноваться даже с такими юными умами, как, к примеру, Егор. Хорошо. С какого возраста вы к себе принимаете? Вообще, политика такая, что мы принимаем с 14 лет. Это как бы уже такие взросленькие дети, да? Но в течение года, проработав, как бы имев опыт работы с детьми, я как бы снизил этот возрастной ценз. Теперь уже с 11 лет может человек прийти. Ведь сложность в чем? Потому что нам нужно изучить внутреннюю работу, а внутренняя работа связана, соответственно, с физикой, с математикой, с неким понятием электросхем. Вот. Мы это на первом этапе опускаем, дети в основном у нас учатся собирать и летать. А уже потом, в дальнейшем, мы уже изучаем вот эту сложную работу. Ну, опять же, всех приглашаем. Если вы видите, что ваш ребенок без отвертки никуда, как говорится, плоскогубцы, верный друг его, то вот, пожалуйста, развивайте правильное направление его таланты. Вам спасибо большое. Спасибо. Напомним, что у нас в гостях были представители Центра детского творчества «Металлург». 55 лет в Самаре. Они уже живут, существуют, заряжают сердца, вдохновляют ума, умы и украшают душу. Вот так вот, дорогие телезрители. Вам спасибо. С вами была программа «Универсальный формат». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова